По поручению главы района очередное планерное совещание прошло под председательством первого заместителя Руслана Емыкова. В его работе приняли участие заместители главы администрации, начальники отделов, управлений, главы сельских поселений. В ходе совещания были рассмотрены текущие вопросы, намечены планы, на неделю даны поручения. Одним из основных вопросов, которые рассмотрели на планерке, это предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев ознакомил присутствующих с эпидемиологической ситуацией и с результатом работы межведомственных групп по соблюдению норм Роспотребнадзора. За прошедшие три дня, в пятницу, субботу и воскресенье, на территории района заболело 34 человека, выздоровело 27. За пятницу 16 человек, в субботу 11 человек и в воскресенье 28 числа 7 человек. Общее количество на сегодняшнюю дату заболеющих на территории района 229 человек. Из них амбулаторно лечится 172 человека и на стационарном лечении 57 человек. Если брать эпидемиологическую обстановку две недели назад, на 11 ноября, у нас на территории района было 233 человека. Сейчас, как я и сказал, 229 человек. Вот эта цифра, она у нас практически находится на одном уровне, Руслан Залубеевич, за счет заболевших и за счет выздоровевших. Где-то в районе 225-230 человек. Теперь о ситуации с заболеваемостью по населенным пунктам. Значит, наибольшее количество болеющих коронавирусной инфекцией, это на территории аула Кашихабль 45 человек. 25 человек, значит, у нас болеют на территории аула Хачимзи, 24 человека в поселке Майском, 26 человек в Натырбово и 29 человек в селе Ульном. По населенным пунктам, что хотелось бы сказать, стабилизируется обстановка на территории аула Кашихабль. Если у нас на 11 ноября на территории аула было 83 болеющих, то на сегодняшнюю дату 45 человек. На прошлой неделе продолжили работу по проверке соблюдения требований, разработанных Роспотребнадзором для предприятий и организаций. Значит, группами было проведено 180 проверок за нарушение требований Роспотребнадзора. В основном, не в основном, а 100% это нарушение масочного режима, составлено 10 протоколов. На совещании также были обсуждены ход прививочной кампании, набор добровольцев проект БАРЦ, реализация проекта Пушкинская карта и многие другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. По всем поднятым на планерке темам были даны протокольные поручения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...